Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это разоблачение фейка в пабге, уже 59 выпуск вашей любимой рубрики. В ней мы проверяем и разоблачаем видео по пабгу и пабг мобайлу со всего интернета. Сегодня у нас будет прям трушный выпуск, сплошные подозрительные видосы. Никаких трюков и халтуры, только разоблачение. Так что обязательно устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек, лепите лайк и не забудьте поучаствовать в розыгрыше. Каждое видео я разыгрываю или 300 юси или 500 джекоинов, смотря где вы играете. Все что нужно сделать это подписаться и написать любой интересный комментарий с идеей или шуткой. Вот и все, вы участвуете. Мы разыграли уже почти 3000 юси, а под прошлым видео 300 юси забрал вот этот комментарий. Всем удачи, а мы начинаем. Первое видео на сегодня, конечно же из пк пабга, и давайте посмотрим что там такое. На видео мужик с холма бросает гранату, его тиммейт подбивает ее сковородкой, и таким образом она улетает прямо в окно госпиталя. С таким мы еще не сталкивались, и на первый взгляд сразу не скажешь, монтаж это или же нет. Но выглядит 100% очень круто, поэтому мы обязаны это проверить. Показываем видео Артемке и погнали. Опа-опа, давай-давай. Бодрит, да, музычка? Да-да-да, вакишка кинул гранатку. Так ты понял, да, чем? В смысле чем? Он кинул гранату, и чел подбил ее сковородкой, и типа так бустанул гранату дальше. А-а-а. Я думаю это чисто в чистой воды фейк, прям вообще фейк, фейк. А я не знаю. А, ну-ка, попробуем. Так, давай в госпиталь. М-м-м, давай. У меня прям вот что-то вот чуйка, что это не подтвердится, что вот коллизии нет. Да я не знаю на самом деле, возможно, возможно, да. Так и будет, скорее всего. Таким-то загадками говоришь, Артем. Возможно, да. Для начала мы решили покидать гранаты в окно без сковородки, и посмотреть, долетают они вообще или же нет. На тебе рюкзак. И пару хаешек. А, попробуй докинуть. Он в окно прям почти попал. Но они-то сверху кидали, отсюда где-то. Вот, я закинул в окно. О, не езжал. И сейчас закинул. Не, я отсюда не могу идти. А я могу. Я вот такой вот коби. Ты в натуре коби. О. Ля, красиво как. А пробуй отсюда докинуть. Вот прям с холма. Еще докинул, нет? О, я в нижнее окно попал. Да сейчас в верхнее попаду. А не знаешь, что возможно сделали? Они просто вот один чел кинул, второй кинул сковородку по таймингу. И, то есть сковородка вообще никак не повлияла на гранату. Скорее всего. Да там изи попасть на самом деле. Ну так попади, что ты. Пустослов. А, я, пустослов. Я за свои слова, б***ь, стою у горой. Не, не, не. Он, по-моему, попал. А, не, 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 не. О. Попал? Попал. О, супер. Граната легко залетает с холма на второй этаж без сковородки. Поэтому давайте посмотрим, есть ли у сковородки коллизия к гранате и все станет ясно. Пойдем на ровную поверхность куда-нибудь. Да давай я тут что засал. Давай. Ты, короче, подстройся. Вот я буду кидать, ты подстройся. О, видел? Прошла сквозь. Да. А, ну, еще разок давай. Ну ты блин-блинский. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Сейчас, подожди, пройдет взрыв. Да не кидайся. Бесконечный взрыв, я не вижу ничего. Кидаю. Да. Еще давай. Тап. Б***ь. Я чеку не могу выдернуть. Не могу. Кидаю. Давай так. Кидаю. О, пролетело сквозь. Сквозь, да? Да. Ну, значит, все так, как я и говорил. Значит, один человек кинул вот так сковородку, а второй просто в окно запулил оттуда. Оказалось, граната проходит сквозь сковородку и как-то взаимодействовать они не могут. Поэтому мы отправились на холм, чтобы повторить такой же фейк. Я буду, короче, кидать сковороду, просто вот по направлению, как ты кидаешь гранату. А ты будешь кидать гранату, и пока вот ты не попадешь в окно в ту. Как тебе такая идея? Пойдет. Я тебе надаю сейчас гранат. Так, что, давай. Давай. Кидать, блин. Кидай, кидай. Попал мне. Да ты подальше, чуть близко так стоишь. Разкусили. Вообще не катится так снизу кидать. Вот, давай отсюда. Опа. Опа. Блин, почти как на видео. О, давай по пути. На первую, по-моему, залетел. Блин, кстати, нормально. Они сейчас в воздухе там соприкоснулись, когда на первый этаж залетел. Давай еще. Чик. Блин. Чик. Ну, я думаю, все-таки возьмем попытку с первым этажом. Там прям вообще прям идеально было. Да, давай еще. Давай. О. Фак. О, залетела, залетела. Залетела? Залетела. Все, супер. Короче, это фейк. И оказывается, это даже не монтаж. Это просто вот игра такая с механиками. Да, да, да. Но так отбить не получится. Ловушка. Ловушка. Ловушка натуральная. Как вы видели, у нас получилось один в один. Вот такой же ракурс, как на видео, только с первым этажом. Так что это просто обман зрения, и граната долетает без помощи сковородки. И раз уж это не монтаж, а ролик получает оценку не фейк. Но если вы не зацикливаетесь на одной игре, как я на PUBG, и регулярно покупаете игры, то могу подсказать отличный способ экономить. Это сервис подписок Humble Choice, где каждый месяц раздают по 12 игр. И в зависимости от суммы, которую вы платите, можно забрать 3 или 9 из них. Давайте чуточку подробнее. Первый вариант подписки за 200 рублей дает скидку 10% на покупку игр в Humble Store, а также доступ к библиотеке Humble Throw, откуда можно скачать более 90 игр прямо с сайта без ключей и кодов. Причем играть в них можно будет даже после окончания подписки. Второй вид подписки добавит к вышеперечисленному 3 игры на выбор. А подписка премиум увеличивает скидку в магазине до 20% и количество игр до 9. Выбираете 9 из 12 игр на выбор и понравившиеся оставляете себе навсегда. А если берете подписку сразу на год, то дополнительно экономите 25%. В наборы всегда входят дорогие игры, и весь бандл стоит как минимум 5000 рублей. В этом месяце также очень сочные игры. Как минимум внимания заслуживают Идл Мисс Форчен и Дарк Сайдер Стрит. А если вы купите премиум подписку в ноябре за 900 рублей, то получите все 12 игр навсегда вместо 9. Ссылочка в описании. На очереди PUBG Mobile с видосами с тиктока. Смотрим. На нем чувак заходит в метро и одновременно садится на мотоцикл. Персонаж остается стоять у дверей, а мотоцикл уезжает без водителя. Мы проверили уже очень много багов с новым режимом, поэтому думаю, что такое возможно. Отправляемся на Эрангель и проверяем лично. Так, чё, где проверять будем? Какую хочешь? С4? Давай какую-нибудь смешную. Типа... Типа А4? С4. Давай С4. Там еле, кстати, на А4. Я на месте, Артём. Ты где? Да, тоже тут. Так, чё, давай запись врублю. Давай, давай. Вдруг у тебя получится. Там пишут, что ты за меня все эксперименты делаешь, Артём. Зачем? Ну, а чё? Зачем? Так. Ну, а чё там? А чё-то у меня не тыкается войти на станцию. Сейчас попробую. Чё, пофиксили что-то? О, зашел. А я-то чё, зачем не зашел? Куда пошел? Ща поставлю поближе. Может на мой сейчас есть? Не успел. О! Отбл***ь. О! 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 Работает? Ты сидишь на мотоцикле. Да, и меня скинуло. О! О! Ха-ха-ха! Чё? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Чё это такое? Нормально. Тебе выпрыгнуло что-то? Нет. Я тебе, короче, запись скину, ты посмотришь. Ты сначала нажал войти на станцию, а потом сесть, да? Да. Одновременно, короче, как-то. Ага. О! Так. О! Да-да-да. Дверка открылась, но я слез. И ты пахнула. Опа! Опа! Смотри, сижу на пассажирском. Сейчас. А, скинуло. Давай я пока попробую ещё. А, бут-бут-бут-бут-бут-бут. Ну, нормально, конечно. Опять дверь открылась, я сижу просто. Илья, поешь меня? О! А чё я не могу ездить, Артём? А я не знаю, я мог. Я не могу ничего делать, я забагался. Артём. Ну, ё-моё. Я теперь стал мопед, походу. Я вообще ничего не могу. У Артёма уже получилось, но, как вы слышали, я стал мопед. Поэтому пришлось перезайти. Мы приехали на новую станцию и начали пробовать. Так, сейчас моя попытка. Давай. Я хочу, чтобы ты, короче, меня покатал. Как призрачный пончик. Опа. Поехали. Это ламба. А ты сидишь у меня за рулём. А! Так это, да, да. Всё, ты пропал сейчас. Ну, и опять появился. А, нету, да, меня? Меня нету за рулём. На какой-то момент не было. Так, ну ты за рулём сейчас. Дверь сама открылась, там что-то. Да. О, поехали. Это ламба. Это гелик. Блин, скидывает. Жалко. О, пошёл. Ушёл в армию, пишите через год. Всё. Дембельнулся. Опа. О, Сезам от Руссо. Это ламба. А это гелик. Ты покосишь. О, всё. У нас цикл без водителя. А, ну. Так, сейчас назад задам. Я у себя просто на месте стою и как-то управляем. Сейчас я его разверну. Ты говори там. Ой. Ой, блин. Чё-то он нежный такой. Опа. Открылась. Поэтому мы взяли баги и решили закрепить. О. О. Погнали. Сейчас пропадёшь. Да, пропадёшь. Так, как там рубить? Я не вижу просто. У меня камеры нет. Назад, да. Блин, как тебе объяснить? О, да. Ты сейчас правильно делаешь. О. О. Теперь переднее кольцо застряло. О, красавчик. Всё. Теперь прямо ехай. Ехаю. Руль там он сам крутится по кайфу вообще. Нормально. Как тебе такое, Илон Маск? Американ в шоке. А так свиста крутится, там что-то подлагивает ещё. Так вот мне интересно, а вот по серверу ты где вообще? Ты сейчас в баге или ты там стоишь? Я, короче, стою на месте, где я садился в багу. Тогда у меня вот ты тоже там. Типа вот метка твоя. Мимо Сиап сейчас приехал. Ну всё, работает. Охренеть. Короче, юзайте пока ивент не прошёл. Это не фейк получается. Оказывается, ездить без водителя реально, и видео не фейк. Баг отлично работает, поэтому если что пользуйтесь, чтобы удивлять друзей. В корыстных целях пользоваться не надо, если что, я предупреждал. Идём дальше. Ну и последнее видео на сегодня, снова из PUBG Mobile. Давайте заценим. На видео нас учат делать бесконечный смоук. Чувак не выпускает смоук из рук, он активируется, мужик отходит и повторяет процедуру. Таким образом можно якобы делать и бесконечные смоки. Звучит очень интересно и очень фейково, как минимум тянет на монтаж. Так что погнали, проверим, и кто знает, а вдруг это окажется правдой. Держит смок в руке. Да. Напердел, надымил, калик забил. Там же написано, отходим. Да. Бросок вверх-вниз. Вверх-вниз. Ладно. Ну, понял, в чём прикол? Бесконечные смоки. Так, ждём, пока Артём поймёт. Он смоки не выкидывает, просто сидит, калик пыхтит и всё. Да, типа он дюпает смоки так. Плотная забивочка там же. Угу. Пошли, пошли в чайхану, поехали, проверим. Я думаю, типа, либо это монтаж, он твою иконку прифотошопил с одним смоком, а там у него в 10. Да, возможно. Я думаю, он просто, когда у тебя смок до конца задерживается, он просто у тебя из руки выпадает. Возможно, кстати, пока так, точно. Я уверен. Ну, всё, поехали. Так, чё, куда дропнемся? Где проверять-то будем? Поприятнее атмосфера. В бороде, в липовке где? По одному смоку ищем прям строго вот по одному и пробуем. Строго? Строго. Опа. Ехоешку сейчас возьму на всякий случай. А тебе рука в говне, понял? Давай ищи сам. 20 лет такого слова не слышал. Сочетание. Я нашёл. Ес. Всё, пойдём на дорогу. Вместе будем сейчас дурачиться. Я не верю, что это работает, короче. Я тоже не верю. Это какой-то, это, опять, вверх-вниз, там вот эти, ну, буквы видно, кто писал, кто говорит. Сейчас, давай, пересмотрим на всякий случай. Да, он Варюша, Варюша. Хрюша, Варюша. Во, какие у нас сегодня обзывательства-то, свои жёсткие. Да, да, да. Ладно, давай пробовать. Так, держим смог до конца. Держим смог до конца. Вверх-вниз потом. А, чё? Зря обосрали маслёнка. В смысле, серьёзно? Да. Это нужно чайхану устроить здесь. Это чё такое? И чё, и сколько так можно сделать? Дисконечно, походу. Серьёзно? Ну, походу, да. Понимаю. А чё? Пошли извиняться. Извиняться пошли. Извини, человек, который сделал этот тикток. Реально, я думал, ты этот, блин, нам какое-то говно подсовываешь. Ну. А чё за херня ты? Это ж вообще, это имба какая-то. Ну, это же ПАП Мобайл. Ну и что? Это не оправдывает. В ПК-шном, по-моему, они просто у тебя из руки. Они точно, они точно в руке, да, начинают дымять и выпадают. Да. Чё, не фейк получается, Артём? Ну, получается. К нашему большому удивлению, видео не фейка. Дюпать гранаты и правда можно, причём бесконечно. Их, конечно, нельзя кидать, но это всё равно просто безумный баг. Как говорится, Мобайл не перестаёт удивлять. Ну, а на этом у меня сегодня всё. Такой вот 59 выпуск. С вас лайк, комментарий, подписочка, участвуйте в конкурсе. Желаю вам всем большой удачи. А с вами был я, Илья, Икея Сеникс и Артём Лифанов. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.